Христос воскресе Хочется предложить вашему вниманию одно из интересных писем святителя Николая Сербского Велимировича из его сборника «Миссионерские письма» о том, как святитель Николай присутствовал на пасхальной службе в Иерусалиме. Именно такое живое повествование человека, который присутствовал на пасхальном богослужении. Может быть, это будет вам интересно, дорогие друзья. Письмо 32. Ждали и дождались. Когда седой патриарх запел «Христос воскресе», упало тяжкое бремя с наших душ. Мы почувствовали себя ангелами, словно воскресли. Сразу отовсюду раздались громкие восклицания народа, подобные шуму бурной реки. Снизу от гроба, сверху с голгофы, с галерей, с колоннады, с оконных выступов, везде, где было место хотя бы стопе человеческой, теснились люди. Этими восклицаниями выражают свою радость наши африканские и азиатские братья. Нам, европейцам, это непривычно, но таковы люди на Востоке. Страдание до экстаза и радость до экстаза. На старостной неделе они громко рыдали у гроба Господня, целовали гроб, с любовью прикладывались к нему лицом и руками, ударяли себя в грудь и причитали. А утром – крики и радость. «Они искренни и непосредственны, как дети. Но не детям ли обещал Господь Царство Небесное?» – вопрошает святитель Николай. «Слышал я от одного копта, что европейцы умеют смеяться, но не умеют радоваться. Радость восточных людей без смеха, особенно возвышенная, духовная радость. Радость без смеха. «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», – поет патриарх. «Христос о Несте поют греки. Гроб превратился в рай, вместо страстей, в источник радости. Все мы держим в руках свечи, но наши души светлее свечей». «Христос в воскресе поют русские. Чудно и ласково, мягко, как шелк, как только русские умеют петь». Но в этот миг и в этом месте и самое плохое пение кажется прекрасным. Самое некрасивое лицо – красиво. Свет и радость воскресения все меняют, все преображают. И голоса, и лица, и вещи. Все вокруг прекрасно, все чисто, все свято, все словно в раю. «Христос воскресе» поют арабы, приплясывая и хлопая в ладоши. Слезы текут по их лицам и блестят в свете тысяч свечей и лампад. Слезы выражения скорби обращены на службу радости. Как велика душа человеческая в своей искренности. Выше только Бог и ангелы Его. «Христос воскресе» поют сербы, копты, армяне, болгары, абиссинцы. Все, каждый на своем языке и на свой распев. Но прекрасно поют все. Скажу вам, все люди вокруг нас выглядят прекрасными и добрыми, как ангелы. Это такое чудо, какое только воскресший Христос может сотворить. Это и есть единственная основа братства между людьми. Главная основа братства между людьми – это воскресение Христово. Видеть всех людей добрыми и прекрасными. После того, как все языки, то есть все народы, как бы на всех языках, пропели пасхальный тропарь, вокруг гроба тронулся крестный ход. Азиаты в фесках, африканцы в чалмах пели какую-то свою песню, отбивая такт руками и ногами. Одна есть вера истинная, вера православная. После этого начался канон и божественная литургия. Но все чтения и песнопения заглушали все той же и победоносной песню – «Христос воскресе из мертвых». На рассвете пасхальная служба закончилась в храме, но продолжалась в наших душах. На все мы смотрели теперь в свете воскресения Христова и славы Его. И все выглядело иначе, чем вчера – прекраснее, торжественнее, выразительнее. Только в этом пасхальном, воскресном свете жизнь обретает смысл. В полдень служили антипасху, торжественный крестный ход через весь святой город и чтение Евангелия на многих языках. Пояси этого мы смотрели, как арабы играют мечами и носят на своих руках патриарха. Нам хотелось спуститься к русской церкви Святой Магдалины в Гефсимании. К тому же были приглашены туда милыми русскими сестрами. С того мы пошли крестным путем Господа. Но смотри, он сейчас совсем другой, прекраснее и светлее. Как легко стало на душе. Победа Христова поглотила смерть, а с ней муки и страдания. Ничего не видно из-за сияния света воскресения. Воистину воскресе Христос! Так заканчивает свое письмо 32-й святитель Николай Сербский. Еще раз хочется всех вас, дорогие друзья, кто слушал и будет слушать эту беседу, поздравить с праздником светлого Христового воскресения. Христос воскресе! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok